Дорогие друзья, приветствую вас на моем канале, с вами Тарас Березовец, у нас сегодня уже 23 октября 2023 года, такое совпадение 23-23, и сегодня мы с вами поговорим о нашумевшем материале, который вышел в американском ведущем издании The Washington Post. Этот материал сегодня цитируют, естественно, как российские, так и международные СМИ, ну и украинские, естественно, тоже. Статья под Аферстом двух американских журналистов, Изабель Хуршудян и Грега Миллера, вышла сегодня, она называется «Украинские шпионы с глубинными связями с ЦРУ начали теневую войну, или в темную войну в темную против России». Статья эта содержит ряд сенсационных утверждений, о которых не было известно ранее, возможно, кто-то о них догадывался, предполагал, но тем не менее, статья эта, в первую очередь, рассказывает о глубинном сотрудничестве, которое продолжается на протяжении нескольких лет между главной украинской спецслужбой, службой безопасности Украины, и западными спецслужбами, главной спецслужбой США ЦРУ и MI6, главной службой внешней разведки Великобритании. Утверждение, которое содержит эта статья, выглядит беспримерными и сенсационными, поскольку они раскрывают здесь, со ссылкой как на американские, так и украинские источники в спецслужбах, информацию об успешных покушениях, которые были осуществлены в отношении российских пропагандистов. В частности, утверждается, что этими управлениями, которые были созданы, 5 и 6 управления в составе СБУ, эта информация ранее нигде не комментировалась, 5 управление СБУ, которое, как утверждают американские журналисты, было создано для того, чтобы избежать влияния российских агентов внутри главной украинской спецслужбы. И это управление целиком и полностью сконцентрировано на сотрудничестве с Центральным разведывательным управлением США, в то время как 6 управление дополнительное концентрируется, опять же, в совпадении с британской главной спецслужбой MI6. Ликвидация Дарьи Дугиной, а также Владлена Татарского, утверждают американские журналисты, была осуществлена именно теми агентами, точнее, сотрудниками СБУ, Украины, которые прошли обучение и находились в тесном контакте с американскими спецслужбами. При этом сама любая связь, причастность американских и британских спецслужб к той или иной диверсионной деятельности на территории России или временно оккупированных территориях, напрочь отрицается. На эту статью, которую мы сейчас с вами разберем, уже успели отреагировать службы безопасности Украины, в частности, пресс-служба СБУ заявила, что не комментирует информацию, полученную СМИ от своих источников. И все детали по резонансным спецоперациям СБУ можно будет обсудить только после победы Украины в войне против Российской Федерации. Ранее, как заявили в пресс-службе СБУ, ее глава Василий Малюк неоднократно заявлял о том, что СБУ будет прилагать максимум усилий для того, чтобы завершить эту войну победой. Какие же ключевые содержатся утверждения в этой статье? Главное из них я уже сказал о том, что были созданы специально изолированные управления, 5 и 6, поскольку западные разведчики боялись небезосновательного порекновения в структуру Украинской спецслужбы русских агентам. Именно для этого были созданы отдельные управления. Также сообщается о том, что ЦРУ финансировало проведение немногих операций и подготовку украинских разведчиков. В частности, речь идет о том, что СБУ едва не ликвидировала начальника генерального штама Вооруженных сил Российской Федерации генерала Валерия Герасимова, который находился в тот момент с визитом на фронте в Изюме Харьковской области. Произошло это еще 28 апреля 2022 года. В статье на американских журналистов утверждается, что СБУ, благодаря помощи Центрального заведовательного управления, которое потратило десятки миллионов долларов на трансформацию украинских спецслужб, мощных союзников в либе против Российской Федерации, занималось перехватом сотен тысяч технических сообщений от российских военных и политиков, которые украинские спецслужбы просто не в состоянии были обработать. И они поступали непосредственно уже заокеанским коллегам, американским и британским разведчикам. Так вот, в ходе этого визита в город Изюм Харьковской области генерал Герасимов, который осуществлял в то время командовую войсками на Донбассе, Е-2 не был ликвидирован, поскольку украинские спецслужбы своевременно получили информацию о посещении Герасимова штаба российского оккупационного формирования на территории Харьковской области. Был нанесен удар, предполагалось, что Герасимов мог получить даже ранение, однако впоследствии оказалось, что ему удалось избежать смерти. А вот, кому не удалось и кто был ликвидирован службой безопасности в Украине, в ходе уникальной операции Дарья Дугина, это дочь известного российского пропагандиста, идеолога русского мира, Александра Дугина, в ходе тонкой операции, благодаря которой украинские оперативники смогли установить тайный отсек в клетке для кота, которую перевозили в захламленной машине, это цитата, мать 12-летней дочери, куда были спрятаны компоненты этого взрывного устройства. Они прошли благополучно пограничный контроль, не сообщается, через какую границу они проезжали, не факт, что это была российско-украинская, возможно, это была граница с одним из европейских государств, и далее они проникли, и с помощью этого взрывного устройства была ликвидирована Дарья Дугина. Также это подразделения, которые готовили западные спецслужбы, причастны к ликвидации еще одного российского пропагандиста, который в длительное время, Владлено Татарского, который в длительное время занимался тем, что распространял нарративы кремлевской пропаганды. Часть бурной теневой войны Украины, как это сформулировали американские журналисты, также включало подрывы крымского моста, удары по российским кораблям в Черном море. Сообщается также о том, что все эти операции осуществлялись в самом тесном контакте, и координации имеются в виду не убийства, а акты диверсионного порядка, скорее всего, осуществлялись в тесном контакте, и благодаря технической помощи западных спецслужб. При этом официально и американские, и украинские спецслужбы, естественно, эту информацию опровергают. Пристрастие украинских спецслужб, связанных с ликвидацией российских пропагандистов, или публичных деятелей, либо чиновников, осложнило взаимодействие СБУ с ЦРУ, утверждают американские журналисты. То есть, американцы критиковали украинских коллег за то, что они чрезмерно много мочат российских военных, оккупационных чиновников и представителей пропагандистского цеха. Утверждается о том, что в ЦРУ также финансировало создание специальных центров и штаб-квартир и для службы безопасности Украины, и для военной разведки, главного управления разведки Минобороны Украины. При этом, еще раз повторю, любая причастность западных спецслужб здесь наглухо к проведению тех или иных мероприятий, наглухо отрицается. Но журналисты предполагают, еще раз повторю, что, скорее всего, техническая, как минимум, сторона вопроса, она координировалась с представителями украинских и западных разведок. То, что этот материал, кстати, вышел в один день с крупными кадрами и перестановками, которые осуществил президент Украины Владимир Зеленский. Он сегодня принял сразу 7 кадровых решений в руководстве СБУ. В частности, была назначена новая начальница управления работы с личным составом службы безопасности Украины, Тамара Пашковская. Назначен начальник главного следственного управления СБУ Андрей Швец. Начальник департамента хозяйственного обеспечения службы безопасности Андрей Падалко. Был уволен с должности зам. председателя СБУ Анатолий Сандурский. Анатолий Денисенко был уволен с поста начальника управления СБУ Винницкой области. Также Владимир Петриченко с должности начальника главного управления СБУ в Донецкой и Луганской области. И на это место был назначен Денисенко. То, что это совпало, ну это очевидно чистое совпадение, журналисты не могли просчитывать. Когда пишется материал, а подобный материал пишется даже не на протяжении недели, нескольких месяцев. Кропотливая работа, это все-таки качественное издание, серьезная пресса. Я работал в том числе с журналистами этого издания, Washington Post. И знаю, когда они писали те или иные материалы, они всегда готовили их на протяжении нескольких месяцев. Причем эта работа может занимать и два, и три месяца в отдельных случаях. Даже и полгода, как мы видим в случае с ликвидацией Даши Дугиной. Ее ликвидировали, напомню, аж 20 августа 2022 года. То есть прошло фактически 14 месяцев, год и два месяца с момента этой ликвидации. И только сейчас этот материал вышел. Вопрос, зачем он вышел в данный момент, вот он здесь ключевой. Кому это было выгодно? Мы можем, конечно, предположить, что это, как обычно в таких случаях бывает, является следствием намеренного слива в прессу, намеренной утечки. Который был осуществлен, опять же, по согласованию, подобная утечка всегда согласуется высшим руководством спецслужб. Решение было принято обнародовать эту информацию через влиятельнейшее американское издание. В первую очередь для того, чтобы оно вызвало резонанс. И где? В России, безусловно, там резонанс есть. Все пропагандистские СМИ всю эту историю активно цитируют. Кричат, разбирают, можно не сомневаться в том, что эта резонансная публикация будет иметь долгоиграющие последствия. По сути, это предупреждение сигналом. Являлось ли это секретом для российских спецслужб? Безусловно, нет. Поскольку никто не скрывает факт того, что российская разведка длительное время инвестировала огромные деньги. Мы говорим о миллиардах долларов в данном случае, в том числе подрывные мероприятия и создание агентуры своей шпионской на территории Украины на протяжении десятилетий. Это миллиарды долларов. Для них не является секретом. Не созданы новое управление. Пятое и шестое в структуре СБУ, которые, повторю, официально не подтверждены, их не комментируют. И они догадывались, как минимум, о том, что подобные операции проводились в тесном сотрудничестве с западными спецслужбами. В частности, Николай Патрушев заявлял о том, что, это, напомню, секретарь Совбеза РФ, утверждал о том, что Дугину ликвидировали под руководством американских спецслужб. То есть, если эта информация сливается и показывается, официально она становится тайной только для широкой общественности, а для специалистов и профи она не была, это означает, что это посылается черная метка. В том числе и показывается, смотрите, вот результат той реформы, той деятельности, которую мы делали. И теперь мы подтверждаем, ну не прямо, а через журналистов мы подтверждаем, оказание той или иной помощи, которая привела к данным конкретным результатам. Не стоит также забывать о серьезной конкуренции, которая существует между украинскими спецслужбами, которая, в первую очередь, выделяется Главное управление разведки Минобороны, ГУР, и Служба безопасности Украины, СБУ. Правда, есть еще служба внешней разведки, в Украине служба зомничной разведки. Ну, пока она здесь в этом бете. Третьим участникам не очень ей удается играть, а вот сотрудничество между ГУРом и СБУ идет и очень плотно и активно. В данном случае СБУ сделала шаг и показала свои возможности. Поскольку ГУР говорил через различных спикеров, в том числе через подобные сливы о своей деятельности, много, и делал это обильно и обширно, делал ранее. Вот такой ответ со стороны СБУ выглядит приблизительно таким образом. А что думаете вы, друзья, по этому поводу? Оставляйте свои мнения, свои гипотезы в комментариях под этим видео, друзья. Спасибо вам за просмотр, обязательно подписывайтесь на канал, лайкайте, комментируйте трансляцию, больше аналитики на моем телеграм-канале по линку под этим видео. Также не забудьте подписаться на два моих ютуб-канала. Разбор полетов и березовет шорс, линки на которые закреплены в профиле к этому видео, друзья. Берегите себя, продолжим рассматривать ключевые события, в том числе на фронте в наших следующих видео. Следите обязательно за обновлением, не забывайте нажать на колокольчик, для того, чтобы не пропустить ничего важного, друзья. Слава ЗСУ, слава Украине, слава Главкому Варю и Залужному. И очевидно, можно сказать, респект украинским спецслужбам за их тайные операции, о которых мы знаем на самом деле очень и очень мало. Нас сейчас фактически доходят крохи и поверьте мне, это очень малая часть того массива на самом деле, того сотрудничества, которое происходит. Ну и знать, собственно говоря, широкой общественности об этом и не нужно. Спасибо за просмотр этого видео, друзья. Берегите себя. С вами был капитан украинской армии Тарас Березовец. До новых встреч. Пока-пока.